Граждан России будут штрафовать за невнимание к родителям, а чиновников с дорогих иномарок пересадят на отечественные автомобили. Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Внимание к родителям будет обязательным. В Госдуме на рассмотрение внесен проект штрафных санкций тем гражданам, кто не заботится о своих нетрудоспособных родителях. Наказание в этом случае будет выражаться в виде предупреждения или штрафа от 100 до 1000 рублей. Пока в Куапе предусмотрено наказание лишь для родителей, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по отношению к детям. В этом случае планируется увеличить сумму штрафа до 1000 рублей. Интересы безработных, но трудоспособных граждан также будут затронуты по инициативе Министерства финансов. Казенный орган страны предлагает сделать полис ОМС для такой категории платным. Сегодня деньги в систему ОМС за студентов и лиц, занятых в неформальном секторе экономики, перечисляются из региональных бюджетов. После принятия документа определенную часть расходов безработные россияне должны будут возмещать сами, а точнее 18% общей стоимости полиса. Бесплатной медицины останется лишь для детей, пенсионеров и граждан, получающих пособия по безработице. Не входят в эту категорию, например, студенты, инвалиды и домохозяйки. Пересесть с Бентли и Майбаха на отечественные автомобили придется чиновникам после вступления в силу постановления правительства России. Документ, в частности, запрещает производить государственные и муниципальные закупки машин иностранного производства. Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Правда, в документе есть один момент. Формулировка гласит «автомобили иностранного производства», то есть собранные не в России. А это значит, что, к примеру, BMW, Ford и Toyota, чьи заводы расположены на территории страны, вполне могут считаться отечественными. Правда, эксперты все же документ встретили с оптимизмом. Стоимость таких авто часто превышает установленный в документе максимум от миллиона до миллиона двухсот тысяч рублей.